Каждый день общественным транспортом пользуется огромное количество самарцев. Во время месячника по благоустройству салоны стали убирать еще тщательнее. Уборка проходит несколько раз в день. Особое внимание уделяют поручням. Порядка 300 трамваев и 120 троллейбусов выходят на городские линии ежедневно. Последние работают по 15 маршрутам. На одном из них под номером 19 трудится Галина Туликова. Женщина работает кондуктором. Кроме оплаты за проезд, она отвечает еще и за чистоту и порядок в салоне. Для этого каждый день сама берет в руки ведро и тряпку. Моет полы, окна, поручни и спинки сидений. Не пропускает ни одну поверхность, с которой контактирует пассажир. Говорит, часто пользуется общественным транспортом на выходных сама и хочется ездить в чистых салонах. Стараемся, чтобы у нас в рейсе не было мусора. Для себя это хорошо и для пассажиров. И они уже как бы хорошо относятся к нам, получше относятся к нам. То есть салон чистый. Они даже говорят, когда заходят в салон, говорят, как хорошо у вас в салоне чистом, аккуратным. За погодой, конечно, мокро, а сам автобус чистый, чистый, комфортный. Сегодня официально стартовал месячник по благоустройству. Мойка салонов, троллейбусов и трамваев дважды в день. Перед выходом на линию к пяти утра и после смены. Следующий этап после внутренней уборки – щетки. С помощью мыльного раствора смывают уличную грязь. Такую чистку проводят три раза в день. Генералит общественный транспорт дважды в год – осенью и весной. При этом весной работы куда больше. Зимой на улицах города, когда убирается, высыпается и песок. Все это накапливается на днище салона, внутрь забивается. С учетом носовых температур не всегда это физически можно отмыть. Поэтому весной, конечно, она более сложная и более тщательная. Все бактерии, которые находятся, максимально убраны. Обрабатывают салоны специальным раствором, рекомендованным Роспотребнадзором. Его закупили в больших количествах, чтобы хватило как минимум на месяц вперед. Очистка и дезинфекция с использованием такого средства особенно важна в периоду респираторно-вирусных заболеваний – ОРВИ, гриппа и, конечно, в качестве профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Министерством здравоохранения Самарской области организована работа телефонов горячей линии для тех, кто вернулся из недавних путешествий. А предприятие ТТУ в ближайшее время займется и уборкой в депо, избавится от мелкого мусора и пыли, почистит оборудование на ближайший месяц. Предприятие – большие планы. Мария Леевна, Николай Сидоров, События.